Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вчера я снимала подробное-подробное видео о подготовке лука к посеву, но в это же время мы уже готовим картофель к посеву. Я говорю мы, прожителей сибирского региона, и про всех тех, которые не могут посадить картофель в мае, ну в связи с погодными условиями. Конечно, в теплых регионах все уже давно посажено и вообще, наверное, окучивают, я не знаю. Но мы вот у нас май, начало мая, средина мая, это вот самые оптимальные сроки посадки картофеля. Поэтому мы сейчас только готовим ее. И я расскажу, как можно подготовить картофель к посеву, к посадке, чтобы был хороший урожай, чтобы был дружный урожай, чтобы картофель не болел. Подготовка состоит так же, как у лука, из нескольких этапов. Во-первых, прогревают клубни, проращивают на свету зеленят, проращивают картофель во влажной среде, отращивая корешки и вот эти даже листики. Потом есть комбинированный способ проращивания. Все вот это люди делают только для того, особенно в холодных регионах, чтобы пораньше выросла наша картошка, чтобы можно было пораньше лакомиться ранними вот этими всходами. И, конечно, чтобы она успела как можно больше сформировать корней, чтобы созреть успела, потому что лето у нас короткое. Для нас, для жителей холодных регионов, это особенно актуально, что надо подготовить клубни, чтобы она успела вызреть и сформироваться. Кроме этого, многие делают протравливание картофеля перед посадкой от насекомых, от вредителей. Некоторые замачивают клубни еще в растворе удобрений и некоторые стимулирующими препаратами обрабатывают. Вот тоже так же, как с луком, очень-очень много процедур выбирать вам придется самим. Я назову сейчас все, что можно сделать, если у вас есть время, если у вас есть желание. Но все мы взрослые люди, как некоторые говорят, что вот этим нельзя обрабатывать, марганцовкой нельзя, купоросом нельзя. Все мы взрослые люди, у каждого своя голова на плечах. И если я это называю, это не значит, что нужно делать все безоглядно. Безоглядно. Каждый для себя выбирает тот способ, который для него приемлем. Кто-то вообще ничего не будет делать, кто-то, может быть, сделает все, весь комплекс вот этих вот процедур. Выбираете вы сами, но я вам назову все, что люди делают, что можно сделать. Потом скажу, что делаю я. Вот проращивание картофеля на свету, ну это все знают. Выдерживают клубни вот эти вот. Вот мы достаем заранее, потому что когда мы достаем, вот сегодня я достала вот эту, мы достаем, они совершенно, видите, спящие. Нет ни одного росточка, нет ни одного глазочка. Такой картофель садить не рекомендуется. Он очень долго будет лежать в спящем состоянии в холодной земле весной, если еще погодные условия, например, не будут радовать. Вот. Для этого нам надо его разбудить. Вот один из способов, это выдерживают на свету до появления зелени, то есть зеленят. Вот это есть яровизация, достают заранее, за 3-4 недели, и вот целый месяц держат на свету. Он просыпается, появляются у него вот эти зеленые вот такие, ну вот они, я заранее достала. Все это у него появляется, и при посадке он будет раньше, на 2-3 недели может даже созреть раньше. Но у кого большие объемы, они, конечно, там какие-то стеллажи придумывают, надо не больше, чем 2 клубни в толщину, лучше в один слой. Но вот мы живем в городе, у нас очень маленький участок, и мы высаживаем мало картофеля. Я просто в теплице расстилаю полиэтилен, когда вот этим способом пользуюсь, раскладываю в один слой картофелины, и они у меня там на солнышке лежат, они позеленеют, у них появляются вот эти вот росточки. Ну там чем это чревато? Если сильно жарко, то я все-таки хожу, спрыскиваю, чтобы не иссохла эта картошка, чтобы вы ее там не свялили, чтобы она там не сгорела, нужно следить. Потом следующий способ, как еще делают, проращивают во влажной среде, так я тоже делаю иногда, когда есть время. Это вот отобранный картофель, помещают куда-то, это может быть опилки, я вот в опилках делала, люди делают и мох, и торф, и перегной, все помещают вот в это. Некоторые как, раскладывают в ящики, укладывают вот эти картофелины, которые совсем еще не проснувшиеся, в эту влажную среду, и следят, чтобы, ну например опилки, следят, чтобы эти опилки были всегда влажные, помещение должно быть теплое, и вот появляются вот эти же, опять все же это мы делаем для появления вот этих ростков, появляются ростки, появляются даже вот такие, видите, зачатки корней, конечно, такой картофель, он быстрее, даст нам и первые всходы, и зацветет, и первый урожай, все это делается для ускорения. Вот если вас интересует влажный способ, то этот способ очень хорош для того, чтобы получить ранний урожай. Я и раньше делала так, вот эти картофелины помещала в стакан пол-литровый, ну обыкновенный, в котором рассаду мы выращиваем, насыпаю опилки, потом картофель, но потом сверху опилки, а вот это место оставляю. Ростки прям появляются вот такие вот, 2-3 до 5 сантиметра, и корни пронизывают все эти опилки, но тут главное следить, чтобы не засохло ничего, и чтобы он был во влажной среде. И потом, так же как рассаду, ну получается, что рассадный способ выращивания, это вот для получения раннего урожая, высаживаешь, когда у него уже огромная корневая система, полный вот этот стакан, вместе с опилками высаживаю туда, и получается очень-очень рано. Вот видите, наверное, на базаре иногда люди некоторые только посадили, а кто-то уже продает картошку. Это вот так выращивают рассадным способом и еще под пленку. Но достаточно, если у вас нет времени, нет желания возиться вот с этими там зеленением, месяц их зеленить, или там выращивать во мху или в опилках, достаточно просто достать клубни за 10 дней до посадки и выдержать в комнатной температуре в помещении. Вот эти клубни я достала неделю назад. Видите, они очень сильно отличаются, вот один и тот же сорт, вот эту я достала вчера, эту неделю назад. Тут уже зачатки корешков, зачатки корней, полностью луковица проснувшаяся. Вот это идеальный посадочный материал, это нет. Но хочу вас предупредить, что больше 70 дней держать, 7 или 10, держать вот в таком помещении нельзя. Тут мало света, если ростки начнут расти дальше, они будут бледные, тонкие, ломкие, только где-то на свету. Они обломаются при посадке, больше 1 сантиметра ростки выращивать не нужно. Это непрактично, при посадке они сломаются. Вот я сейчас достала, вот во вчерашнем, видите, он вырос один росток, он очень длинный и такой не коренастый, он в подвале вырос. Обычно, когда при обработках, при посадке, он может отломиться и всё, это очень плохо. Так, значит, дома мы их больше недели не держим. Но так же, как с луком, некоторые делают шоковое прогревание, когда, например, упустили вы момент, например, только что купили участок, нужно уже завтра садить, а у вас в холодном подвале, в ледяном, всё, достают за пару дней до посадки, где-то помещают в помещение, где можно поднять температуру до 40 градусов, так же, как с луком, нагревают, потом быстро охлаждают, проветривают, всё, этого бывает достаточно, это толчок к тому, чтобы картошка наша проснулась. Ну вот, прогрели мы, всё, теперь обработки. Мы, например, прогрели, картофель у нас готов, и начинаем обрабатывать. Но я хочу уточнить про обработки. Раньше никогда не обрабатывали ничем, всё прекрасно росло. Сейчас обработки, частые обработки связаны с тем, что у нас появился колорадский жук, у нас всё изменилось, и вот для того, чтобы летом, всё лето не бороться с этими жуками, мы стараемся сейчас перед посадкой всё-таки обработать. Я сопротивлялась вот этим обработкам, престижем табу до самого конца. В прошлом году обработала первый раз в жизни табу перед посадкой от колорадских жуков, потому что летом уже нет возможности ходить, делать вот эти опрыскивания или собирать вручную. Уже так устала от колорадских жуков, что решила всё-таки обработать перед посадкой. Это очень хорошо помогло, освободило меня хотя бы первые полтора месяца от сбора жуков, личинок, от всего этого. Потом они налетели, конечно, с чужого участка, действие препарата закончилось, но там уже было неважно, уже картошка завязалась. Вот начинаю про протравливание. Пришли к нам многие насекомые, которых раньше не было вредителей. Они нас уже замучили, но и современные препараты уже созданы. Они позволяют нам защитить картошку и от колорадского жука, и от болезни, от всего. И вот если вы грамотно всё обработаете, то летом вы будете более-менее свободны. Итак, перед тем, как посадить картофель, можно обработать, опять же, так же, как лук. Все средства разные и действуют разные. Можно обработать от болезней, можно обработать от насекомых. Это все обработки разные, и если вы обработаете, например, и стимуляторы роста, если вы обработаете эпином, цирконом, все вот эти вышеперечисленные, про которые уже была речь, вы просто стимулируете. Вы стимулируете, это может быть увеличит урожай, может быть, там пораньше она взойдет, как повышаете иммунитет. Если фунгицидами обработаете, вот та же бордосская жидкость, потом фитоспорин, это мы обрабатываем только от грибков. И не думайте, как я вот уже упоминала, что если вы фитоспорином или бордоской обработали, то вы предотвратите нашествие насекомых. Нет, от насекомых только инсектициды. Это тот же вот табу, про который я говорила. Они защищают вот эти вот наши и клубни, и побеги от насекомых. Но есть препараты смешанного действия, я сейчас вам их покажу. Вот указывается Максим для обработки картофеля. И пишется везде, что если обработаете Максимом, то он и отпугивает вредителей, и от болезни предохраняет. Но Максимом я обрабатывала только гладиолус, если честно. Картошку ни разу не пробовала. Хочу нынче обработать один рядочек Максимом. И посмотреть, действительно ли он так работает или нет. Знаю, что вот эти престиж и табу, они действуют. Я уже попробовала. Еще также смешанным препаратом называют престиж. Вот обычно клубни или окунают, развести вот этого препарата. Мне хватит, например, на мою посадочную картошку. У нас не очень много. Но если кто выращивает много, конечно, проще тогда уже обрабатывать какими-то доступными средствами, которые более... Вот многие обрабатывают до сих пор просто марганцовкой. Помещают в мешок картошку, мешок в ванну с раствором марганцовки. Но любые химические препараты, что марганцовка, что бордовская, что вот эти всякие новые и табу, и престиж, нужно обязательно применять по инструкции, соблюдать технику безопасности. И сразу отвечу тем, кто пишет, что зачем обрабатывать, химию вносить. Я еще раз говорю, мы все взрослые люди, и каждый решает для себя сам, что ему проще. Или все лето там ходить по кустам собирать жуков, или опрыскивать несколько раз, или сделать предпосевную обработку. Кто-то делает предпосевные обработки, кто-то не делает. Решать будет каждый лично. И тут наши советы, мне кажется, они неуместны. Я просто говорю, чем можно обработать. А обрабатывать или нет, вы решаете сам. Ну вот, дальше дошли до замачивания удобрениями. Вот это мы, я говорила, отпугивать насекомых, вредителей, потом от болезней. Но есть люди еще и как для повышения урожайности, для какого-то вот, чтобы помочь пораньше взойти, чтобы посильнее было растение. Еще замачивают перед посадкой иногда в удобрениях. Сейчас очень популярны различные специальные средства, я не буду называть их. Их можно прийти в магазин, просто спросить для обработки картофеля, вам назовут. Но можно использовать и те удобрения, которые нам знакомы, которыми мы пользуемся традиционно. Многие просто разводят селитру и суперфосфат. В этом растворе выдерживают один час, и клубни потом просушивают и высашивают. И, конечно же, самым простым, самым доступным, но не менее эффективным средством является наша зола. Зола, она незаменима, можно просто опудривать клубни перед посадкой. Можно, вот для стимулирующей обработки, это тоже стимулятор природный, золу один килограмм разводят в ведре воды и опускают туда картофель. Все, вот про обработки, про стимуляцию я быстренько сказала, но никакие обработки нам не помогут, если мы не отберем правильно картофель. Ведь осенью мы можем, как по ошибке, положить и плохие клубни, и еще за время зимы он может и подмерзнуть, и загнить, приобрести какие-то заболевания. Поэтому нужно очень тщательно и правильно отобрать клубни. До того, как вы начнете прогревать, обрабатывать, сначала отберите самые здоровые и самые красивые клубни. Именно красивые, потому что они должны, каждый сорт должен повторять, сохранять вот эти вот характеристики своего сорта. То есть он должен быть похож на своих родителей. Если вот этот сорт, он круглый, как описано вначале, он и должен быть круглый, не какой-то там корявый. Вот такие вот, которые корявые и уродливые, которые, ну не похожи на картофель, лучше не садить, потому что от этого ухудшаются именно вот сортовые признаки. Он не будет похож на свой сорт. Красивые, с нетипичной формой убираем. Вот это вообще нетипично для картофеля, значит мы ее не садим. Выбираем, если сорт круглый, значит только круглый. Не должно быть трещин, не должно быть каких-то, вот например, смотрите, я показывала. Хороший, красивый картофель, но он обрезанный, с осени пролежал. Мы его не заметили, загрузили. Такой тоже мы не берем. Мы не берем много каких... Сейчас скажу. Если есть возможность, выбираем, вот, не берем вот такой, видите, какая-то трещина, это или болезнь, или травма, тоже не берем. Поэтому, если хотим получить хороший, здоровый урожай, берем только красивые, только такие, как... И сейчас скажу размер, по размеру. Не берем самые маленькие, не берем самые большие. Из маленьких обычно не бывает большого урожая, они осиливают. А крупная, она, как вам сказать, вот избыточно такая крупная, большая, она быстро нарастит вот эту зеленую массу наверху, надземную часть, и будет ее обеспечивать питанием. И это вот зелень, как бы жир... Так же картофель жирует, как томат. Вот эта зелень сочная, крупная, красивая, она оттянет на себя все питательные вещества и не даст сформироваться огромной массе клубней. Так что берем средний, размер должен быть 50-80 грамм. Специалисты советуют. Вот вешаю я свою картофелинку. Вот эта картофеля, она ровно 80 грамм. Так, 50, сейчас посмотрю. Вот эта 66. Вот эти размеры идеальные для посадочного материала. Идеальные. Но если вам все-таки не удается набрать вот такого среднего размера, если есть у вас, например, какие-то еще более мелкие или более крупные, это не беда, главное, чтобы они были здоровые. Но при посадке вы должны помнить, что крупные мы садим отдельно, средние отдельно, мелкие отдельно. Для чего? Для равномерности посадок. Потому что крупные взойдут обычно раньше, у них сильнее вот этот клубень, а мелкие взойдут совсем поздно, позже. Они маленькие, они пробиваться будут долго. И если крупные, вам уже нужно будет немного окучивать, подгребать, то мелкие еще нет. И вы если посадите их как тут крупные, тут мелкие, будете вы через одну окучивать ходить, равномерность посадок соблюдать нужно. Сначала крупные клубни, потом средние, потом уже самую мелочь. Если нет у вас равномерных. И в конце самые маленькие, все. Ну и, как обычно, все обработали. Посадку проводим мы в разных регионах по-разному. Вот весь май сначала и до конца садят. У кого прогрелась земля до 5-7 градусов, можно высаживать картофель. Дальше все обычно. Между клубнями 23 сантиметров, между рядами от 50 до 70. Глубина посадки примерно 10 сантиметров. Ну тут все делают произвольно. И ширину рядов никто не скажет, что вот закон такой, ширина рядов такой и все. Главное выбрать качественный посадочный материал. Обработать, если есть у вас желание и есть возможность. И выбрать время посадки. Вот мы сейчас будем садить только на День Победы, потому что у нас прогноз минусовой на седьмое. Минус 1, минус 2. В такой мороз, конечно, лучше не садить. Но после 9 мая мы посадим. И как я буду садить, я вам потом покажу. И покажу, чем буду обрабатывать. Потому что сейчас мне еще обрабатывать рано. Я пока что проращиваю. Видите, какие красивые, лохматенькие. Вот такие картофелины, они взойдут в первую очередь. У них уже все готово. И корни, и ростки. Они только ждут старта. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это все о подготовке картофеля, о предпосевной подготовке. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода.